Субтитры создавал DimaTorzok Я буду говорить о московской, не касаясь Петербурга, потому что в Петербурге своя длительная и глубокая традиция исследований в этой области. Я основывалась в основном на воспоминаниях Владимира Николаевича, которые он мне передал в последние годы своей жизни, и Тамара Михайловна Судник, которая тоже много рассказывала о Балтистике. Во-первых, нужно сказать, что Балтистика в Москве сложилась еще во второй половине XIX века. И в различные годы центрами, в которых в основном развивалась эта область, были разные учреждения. Первым центром стал Московский университет. В течение долгого времени курс литовского языка читался в рамках сравнительно исторической грамматики индоевропейских языков. Основой для развития балтистики в МГУ стала кафедра сравнительно грамматики индоевропейских языков, открытая в 1863 году. Кафедра была поручена Павлу Яковлевичу Петрову, специалисту по санскриту. Одним из студентов, который слушал лекции Петрова, был Филипп Федорович Фортунатов, который проявил большой интерес к сравнительно-историческому языкознанию. Фортунатов поступил в университет через год после возникновения этой кафедры в 1864 году и занимался языкознанием в основном самостоятельно. В занятиях литовским языком для него важную роль сыграла непосредственная связь с носителями языка. На филфакке МГУ в то время было много литовских и латышских студентов. Другом Фортунатова и Всеволода Федоровича Миллера был литовский студент Андрис Батырис, которому в 1871 году, уже после окончания университета, они приехали на летние каникулы. Эта поездка оказалась определяющей судьбе московской балтистики. Около месяца Миллер и Фортунатов жили в деревушке отца своего друга и записывали литовские народные песни, которые позже издали. Именно тогда они заинтересовались диалектологией. Их поразили отклонение местного говора от литературного языка. Это их увлекло, они стали записывать сказки, пословицы с точным соблюдением особенностей говора. И наблюдения, сделанные во время этого путешествия, привели Фортунатову ко многим теоретическим выводам. Он первым стал рассматривать язык не как нечто монолитное, которое распалось на диалекте, а как исконное множество диалектов, что подтвердилось позднее. Многие теоретические выводы Фортунатова родились именно при таком соприкосновении с конкретными диалектами современных языков. Эти исследования, можно сказать, ознаменовали новый подход к анализу языкового материала. В начале 70-х годов XIX века начинается переход от атомизма в сравнительно историческом языкознании к попытке синтеза. Возникает интерес к живому языку, к диалекту, к фольклору и к тексту как таковому. Такой подход отразился и на характере самих исследований. Ученики Фортунатова рассказывали, что каждое занятие он начинал с отрицания того, что говорил вчера. И каждый раз предлагал новый, более интересный, более сильный вариант, чем был на предыдущих лекциях. Фортунатов не написал ни одной книги по балтийским языкам, но он внес большой вклад в балтистику. Его интересовали самые сложные проблемы. Акцентология, интонация. Он был первым в России, кто обратился к русскому языку. Фортунатов возглавлял кафедру сравнительной грамматики индоевропейских языков до своего отъезда в Петербург в 1902 году. Все это время, в числе прочих курсов, он преподавал литовский язык. Заслуга его заключается не только в том, что его деятельность положила начало развития балтистики в Москве, но еще и в том, что он создал систему преподавания лингвистических дисциплин в Московском университете. После того, как Фортунатов был избран штатным ординарным академиком по отделению русского языка и словесности, он вынужден был переехать в Петербург. И таким образом завершился московский период его деятельности, в том числе и встречи балтистов по четвергам, которые, по воспоминаниям учеников, проходили в необычайно теплой, непринужденной обстановке. Переезд в Петербург открыл новый этап в жизни ученого. Петербургская жизнь была более насыщена общением с литовцами, и его ждали новые интересные контакты, в частности, с весьма компетентным литуанистом того времени Казимиром Явнисом. Начатое о Фортунатовом дело было продолжено его последователями. Его учениками были ставшие впоследствии знаменитыми учеными Шахматов, Ушаков, Ульянов, Дурново, Покровский, Щепкин и другие. Основным преемником Фортунатова в Московском университете стал Виктор Карлович Поржизинский, возглавивший после него кафедру сравнительно-исторического языка знания. Поржизинскому удалось организовать в Московском университете особое лингвистическое отделение, которое, правда, было закрыто в 1913 году. Однако именно это отделение, несмотря на кратковременность своего существования, сыграло большую роль в развитии российского языка знания. Вячеслав Силыч Иванов в своей статье «Профессор Петерсон о развитии балтийского языка знания» проводит аналогию между лингвистическим отделением Поржизинского и отделением структурной прикладной лингвистики, которое появилось в МГУ уже в 60-е годы XX века и было создано по образцу того отделения. Оба способствовали появлению новаторской школы ученых и развитию течения структурализма в лингвистике. Среди первых, кто учился на этом отделении, был как раз Николай Николаевич Петерсон, который упоминал Николай Николаевич. К сожалению, после революции и окончания Первой мировой войны в 1921 году Поржизинский вынужден был уехать в Польшу, где продолжил преподавать сравнительно историческое языкознание. После отъезда Поржизинского занятие литовским языком в университете удавалось проводить только до 1925 года. И все это время частным образом его преподавал именно Михаил Николаевич Петерсон. 1925 год ознаменовал собой начало темного периода в истории московской лингвистики, который тоже уже упоминался. Вскоре в результате новых веяний в языкознаний все занятия на факультете были отменены, и в 1930-е годы факультет был распущен, уступив место факультету общества ведения. В знак протеста Петерсон ушел в институт метеорологии. Когда в 1935 году был организован институт философии, литературы и истории, он пришел работать туда. Но надо сказать, что несмотря на социологический уклон, который господствовал в те годы в лингвистике, Петерсон остался верен своей научной позиции, что, вероятно, было нелегко, о чем свидетельствует выдержка из материалов одного из заседаний, состоявшихся уже в 1948 году. Профессор Петерсон продолжает отстаивать свои формалистические взгляды в области синтаксиса. Он не отказался от своего политически вредного взгляда о необходимости внесения в советское языкознание основных методологических принципов школы Фортунатовых. Тем не менее, в том же 1948 году Петерсону удалось опубликовать статью, посвященную 400-летию книги Мажведеса, древнейший памятник литовского языка. Это было первым в русской литванистике упоминанием имени Мажведеса в его книгах. Перерыв в занятиях литовским языком в университете длился до 1947 года. В 1946 году Вячеслав Сеорч Иванов, Татьяна Вячеславовна Булыгина, Татьяна Яковлевна Елизаренкова, Вадим Николаевич Топоров, Сергей Сергеевич Цельники, Р. Павел Александрович Гринцер стали заниматься у Петерсона санскритом. Не у всех из этой компании хватило терпения закончить занятия, но совместное общение сыграло, несомненно, большую роль в их дальнейшей научной жизни. На занятиях разбирались санскритские тексты, и Петерсон давал сравнительный исторический комментарий, в основном лексический, особенно часто приводя литовские примеры. Они вызвали у студентов интерес к литовскому языку, и по их просьбе в следующем году Петерсон стал читать курс литовского языка. Однако полностью прослушали этот курс только Владимир Николаевич Топоров и Татьяна Яковлевна Елизаренкова. Опять, как и почти век назад в случае с Фортунатовым, решающую роль сыграли контакты с носителями языка. После окончания университета Владимир Николаевич Топоров, Татьяна Яковлевна Елизаренкова и Татьяна Вячеславовна Булыгина, поехали на лету в Литву, где познакомились с директором Института литовского языка и литературы Костасом Корсакосом. В 1951 году Владимир Николаевич поступил в аспирантуру в МГО одновременно с Витутасом Мажулисом. И позднее, в 1954-м Топоров познакомился с Зигмусом Зинкевичусом, и в 1955-м с Альгидасом Соболяускасом. А с Соболяускасом его связывали особые дружеские контакты, ну и с остальными тоже литовцами эти контакты сыграли очень большую роль для него в его творчестве. Топоров неоднократно подчеркивал, что общение с литвой и литовцами имело для него всегда большое значение, что он постоянно получал большую поддержку от литовских коллег. Можно сказать, что с поступления Владимира Николаевича в аспирантуру начался новый период в истории московской балтистики. Самуил Борисович Бернштейн, ставший его руководителем, был очень обрадован, что Владимир Николаевич знает литовский язык, и предложил ему тему «Балто-славянские отношения». Именно эта тема стала впоследствии одной из ведущих в образованном незадолго до этого Институте славянной видения и балканистике, когда Владимир Николаевич пришел вскоре после окончания аспирантуры. Путь Владимиру Николаевичу к балтистику начался с двух работ. Этимология четырех прусских слов, позднее эта тема вылилась в пятитомные слова от русского языка, которые, к сожалению, Владимир Николаевич не закончил. И реферативный обзор о состоянии изучения балтистики в послевоенное время. Теперь я не могу не упомянуть эпохальное событие, о котором говорил Николай Николаевич. Это четвертый съезд словистов, который прошел в 1958 году в Москве, на котором прозвучал известный доклад Вячеслава Силовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова о балтист-славянских отношениях. В докладе, который прозвучал на этом съезде, был поставлен вопрос о необходимости теоретического подхода к древнейшим отношениям балтийских и славянских языков, а не просто перечисление сходств и различий, как это делалось до сих пор. Основываясь на тождестве моделей, реконструированных для древнейшего балтийского и славянского состояния, авторы приходят к выводу, что стоит считать модель, установленную для славянского, результатом преобразования модели, установленной для древнейшего балтийского состояния. Вскоре тема балтославянских исследований стала одним из основных направлений исследования Института славянного ведения и балканистики. В 1960 году в Институте был образован сектор структурной типологии славянских языков, и балтистика сразу заняла в нем видное место. В последующие годы стали появляться статьи по балтистике в разных периодических изданиях Института. Тема балтославянских отношений неоднократно возникает в этот период в статьях Владимира Николаевича Топорова. В своей статье о проблеме балтославянских языковых отношений, которая была опубликована в журнале «Актуальные проблемы славянного ведения» в 1961 году, Владимир Николаевич определил основные задачи балтославянской проблематики. Это прежде всего выявление особенностей диалектного дробления балтийской языковой области и преимущественной связи отдельных диалектных ареалов между собой и с другими индуевропейскими областями. Выявление характера балтийских диалектов, некогда охватывавших территорию Северной Белоруссии, Литвы, отчасти Латвии, Запада, Юга и Востока. Задача гидронимической стратификации предполагаемых балтийских территорий. Исследование в области балтийских лексических заимствований в русской диалектной лексике. Исследование общих мотивов фольклора в особенностях обрядовых и религиозных представлений. Изучение типичных изоглос за пределами областей, для которых можно предполагать балтоязычное население. Изучение области на стыке балтийского и славянского миров, где проявляются черты, характерные для языкового союза. Впервые изучение балтославянской проблемы было представлено как комплексное всеохватывающее исследование. Первым начинанием стали диалекологические экспедиции, которые проводились с 1962 года. Сотрудники института Маргарита Ивановна Лекомцева, Лидия Георгиевна Невская, Тамара Михайловна Судник, Владимир Николаевич Топоров, Светлана Михайловна Шура Толстая, Татьяна Вадимовна Цивьян участвовали в них совместно с работниками сектора диалектологии Института литовского языка и литературы в Вильнюсе. В 1964 году в Институте славяноведения прошла конференция проблемы линговой, этногеографии и реальной диалектологии, на которой прозвучал доклад Судник Топорова и Шур Толстой о южной части Балтославянского языкового союза, обозначившей важнейшие проблемы и методы балтославянских исследований. Позднее этот доклад был опубликован в виде статьи в «Словянском славяноведении» в 1967 году. Именно такой подход к реальным балтославянским контактам, основанным на понятии языкового союза, стал отправной точкой дальнейших исследований. На протяжении многих лет, в основном в 60-70-х годах, был собран большой диалектологический материал, обобщенный затем в монографиях Судника и Невской. Монография Судник – диалекта литовско-славянского пограничья, очерки фонологических систем в 1975 год и Невской балтийской географической терминологии, к семантической типологии в 1977 год. Таким образом, основой исследований, как и в конце прошлого века, для Фортунатова стал живой диалектный материал. Для многих исследователей именно с него началось знакомство с фольклором, что впоследствии определило еще одно направление московских исследований в области балтистики. В то же время намечаются и другие направления в изучении балтославянской проблематики, ставшие впоследствии важными вехами в развитии московской балтистики. Это акцентология, работа Владислава Марковича Ильича Свиточа и Владимира Анатольевича Дубо, этемология, работа Топорова и Иванова, лингвогеография, работа Руфи Александра Нагиевой, тоже Топорова и Олега Николаевича Трубачева. Следующим важным этапом в истории московской балтистики стало появление балтославянских исследований. На прошедшей 1978 году первой балтославянской конференции «Этнолингвистические балтославянские контакты в настоящем и прошлом» впервые был поставлен вопрос о периодическом издании, которое посвящено балтославянским проблемам. На этой же конференции стал формироваться и круг будущих авторов сборника. Сначала было принято решение издавать серийный сборник под названием «Балто-балканика», в котором чередовались бы балтийская и балканская проблематика, как два основных направления, но это решение не было утверждено директом. После длительных хлопот только в конце 1979 года было принято постановление Президиума Академии наук СССР об учреждении ежегодника «Балтославянские исследования». Этому серийному изданию предшествовали три сборника. «Балтославянский сборник» в 1972 году, «Балтославянские исследования» в 1974-м и «Балтославянские этнезговые контакты» в 1980-м. Можно считать, что на самом деле история балтославянских исследований и сборника началась в 1972 году. Периодический сборник уже под названием «Балтославянские исследования» начал выходить с 1981 года. Каждый сборник выпускался без уверенности, что он не последний, так как издание всегда было связано со многими трудностями. Однако благодаря усилиям членов редколлегии во главе с Вячеславом Сеевичем Ивановым и огромной работе бессменного ответственного секретаря сборника Тамара Михайловна Судник, готовящий публикации материалов всех выпусков, «Балтославянские исследования» выходили практически каждый год до 1989 года. Почти все выпуски были посвящены определенным событиям. Это были материалы конференций, памятные даты юбилея, например, юбилей Вильнюса в 1983 году. В тематиках в Сирии охватывало большой круг научных направлений — балтийское и славянское языкознание, этническое и культурное взаимодействие, частные проблемы балтийских языков, этимология, лингвогеография, топонимия, язык исторических памятников, реконструкция древнейшей духовной культуры балтов и славян, диалектология, фольклористика и история. В выпусках сборника принимали участие, видно, ученые России, Литвы, Латвии, Польши, Германии. Можно сказать, и принимают сейчас, просто перерыв, о котором я скажу. Многие открытия впервые увидели свет именно на страницах сборника. Например, статья Зинкевичу о гитвяжском словарике была опубликована в балтславянских исследованиях раньше, чем в Литве, в балтистике. В сборнике были опубликованы практически все работы Владимира Николаевича Топорова по восстановлению границы расселения древних балтов на современных славянских территориях. Лингвогеографическое направление, разработанное в трудах Владимира Николаевича Топорова и других лингвистов, получило наиболее полное развитие в сотрудничестве с историками и археологами. Начиная со второй балтославянской конференции, которая прошла в 1983 году, балтославянские исследования успешно сочетали лингвистический и исторический подход. Многие историки и археологи стремились учитывать в своих работах лингвистические данные, а лингвисты, в свою очередь, старались опираться на новые археологические изыскания. Такой интердисциплинарный подход, пожалуй, является отличительной особенностью и, несомненно, одной из сильных сторон Московской ботистической школы. И в другой области духовной культуры взаимодействие с историками оказывалось весьма плодотворным. В 1985 году состоялась конференция «Балтославянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд», ставшая второй по счету в цикле конференций, посвященных проблемам текста. Первый симпозиум по структуре текста прошел в 1979 году. За ней последовала конференция «Этнолингвистика и тексты. Семиотика малых форм фольклора», которая состоялась в 1988 году. Эти конференции предварили серию сборников, появившихся уже в 1990-е годы, под общим названием «Исследования в области балтославянской духовной культуры». Погребальный обряд, 1990 год, заговор, 1993 и загадка, как тексты, в двух частях, 1994 и 1999. Помимо этих конференций можно отметить две конференции, символизирующие попытки выйти за рамки балтославянского ареала, включить проблемы балтославянских контактов в более широкий контекст. Это прошедшая в 1990 году конференция, посвященная прибалтийско-финским ареальным проблемам, Урала и Индогерманика, ее материалы, публикованные балтославянские исследования в 1996, и симпозиум по структуре текста, имевшие полное название «Балкана-Балтославика» и симпозиум по структуре текста в 1979 году. Балто-балканская проблематика – перспективная тема, наметившаяся в работах ученых в институте, но пока не получившая широкого развития. Важной особенностью балтославянских исследований этого периода является то, что балтистика и балтославянские отношения понимаются широко. Это не только лингвистика, синхроническая, диахроническая, сравнительно-историческая, и типологическая, но и устная словесность в актере литературы. Особое место замело в деятельности центра и в занятиях балтистикой, в частности, семиотическое направление. Надо сказать, что в течение всего описываемого периода в Московском университете преподавался литовский язык в качестве спецкурса. В разное время эти курсы читали Татьяна Вячеславовна Булыгина, Юрий Сергеевич Степанов, Марина Григорьевна Ницецкая, Ирина Николаевна Топорова. Ирина Николаевна Топорова, Булыгин и Степанов работали в институте языка знаний РАН, сотрудницей того же института была Велтер Нестерна Сталтманем, который преподавал латышский язык в Обществе любителей латышской культуры, позднее в ГИМО и в Дипломатической академии. Совместными усилиями Булыгина, Топорова, Сталтман и Брейдека был написан том «Балтийские языки» в серии «Языки мира». К сожалению, том готовился очень долго, и в процессе его написания ушли из жизни Татьяны Вячеславовны Булыгина, писавшей статью о литовском языке, и Антон Брейдек, готовившей статью о латгальском языке. Статью о литовском языке дописывала Ольга Владимировна Синева, статью о латгальском Лидии Лейкома, которая здесь присутствует. Том вышел только в 2006 году, уже после смерти еще одного автора и редактора Владимира Николаевича Топорова. По ряду внешних причин, приведших к потере связи между учеными двух стран, России и Литвы, к началу 90-х годов исследования в области балтистики утратили былую интенсивность, перестали проводиться конференции, временно прекратился выпуск балл-славянских исследований, сборник не выходил с 1989 по 1997. Однако балтийская проблематика продолжала волновать московских ученых, и тут нам на помощь пришло посольство Литовской республики. Благодаря сотрудничеству Владимира Николаевича Топорова в высоташе по культуре посольства Литвы в России Йозасом Будрайтисом своеобразным центром балдистики в Москве на долгие годы стало посольство Литвы, а именно дом Бултрушайтиса. Фигура поэта и дипломата Юргиса Бултрушайтиса как нельзя лучше подходит на роль символа русско-литовских культурных связей. И так получилось, что именно этому дому была уготована судьба стать одним из центров, объединяющих две страны. Этот дом всегда был очагом литовской культуры в Москве. Еще в 1989 году, в самом начале перестройки, в нем были созданы курсы литовского языка, которых преподавал мой учитель Николай Михайлов. С момента появления на посту советника по культуре Йозаса Будрайтиса в 1995 году этот дом стал фактически выполнять функцию Литовского культурного центра. С помощью Йозаса Будрайтиса возродились почти утраченные связи российских ученых с балтистами других стран, не только Литвы, Латвии, но и других. С 1998 по 2010, когда уже Будрайтис уехал, благодаря такому сотрудничеству состоялось 20 конференций. Надо сказать, что в этом сотрудничестве принимали участие не только сотрудники нашего института, но и Института мировой культуры МГУ, Института всеобщей истории РАН, ИМЛИ. Например, у истоков цикла конференций, посвященных поэзии Будрайтиса, стоял литературовед Николай Всеволодович Катрылёв. А в организации цикла конференций, посвященных Великому княжеству Литовскому и вообще исторической тематике, большое участие принимал Евгений Львовный Назаров. Все началось в 1998 году с первой большой конференции, посвященной Мартинусу Мажведусу и первой литовской печатной книге. Позднее обозначились циклы конференций, чтения Юргиса Бултрушайтиса, наследия Великого княжества Литовского, Балтийские перекрестки. Конференции дома Бултрушайтиса стали международными. На них приезжали участники не только из России, Литвы, Латвии, Белоруссии, но и из Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Польши, США, Украины, Франции, Чехии, Эстонии, Японии. Обсуждали самые широкие и актуальные проблемы современной науки. Отличительной особенностью конференции всегда была междисциплинарность. Общий язык находили не только ученые из разных стран, но и занимающиеся разными областями наук. После основной части конференции нередко устраивались круглые столы, на которых проходили интересные дискуссии. Например, в рамках конференции этнокультурные и языковые контакты на территории Великого княжества Литовского состоялся круглый стол свои или чужие. Литва в России и Россия в Литве. Мультикультурализм в современном мире. В рамках конференции Литва эпохи Миндукаса и ее соседей «Исторические культурные связи и параллели» прошел круглый стол Великого княжества Литовской и Киевской Русь. Кто наследники этих государств? Литовцы, белорусы, украинцы или русские? Материалы очень многих конференций и позднее были изданы в виде сборников, в чем тоже немалая заслуга Йозеса Будрайтиса. К сожалению, после отъезда Йозеса Будрайтиса традиция проведения конференции стала ослабевать. Начавшийся был цикл конференций, посвященный памяти Вадима Николаевича Топорова, прекратился. С 2006 по 2009 были проведены 4 конференции из этого цикла. И с 2009 по 2012 в Доме Бакушайдиса не было конференций. С 2012 по 2018 благодаря усилиям Аташе по культуре Фауста Салатенеса, Александра Сашимелеса и Инги Бакурито-Покерене прошли 7 конференций. Последняя конференция, состоявшаяся в прошлом году, вскоре после смерти Вячеслава Вселоча, была посвящена памяти Вячеслава Вселоча Иванова и Владимира Николаевича Топорова. Однако, в последний год пребывания в Москве Будрайтиса состоял значимое событие. 16 июня 2009 года в нашем институте официально открылся Центр Балславянских исследований. Но нужно сказать, что де-факто он существовал уже в течение почти 50 лет. Поэтому сегодня, говоря о десятилетии нашего Центра, мы по праву можем сказать, что отмечаем уже более чем полувековой юбилей Балтистики в нашем институте. Хочется верить, что эта конференция продолжит традицию конференции по Балтистике, заложенную в 70-е годы в нашем институте и продолженную в 90-е и 2000-е годы в доме Балтрушайдиса. В последнее десятилетие Балтийское направление активизировалось в московских вузах. В 2008 году открылся Центр Балтистики в МГУ руководителя Ольга Владимировна Синёва. Литовский язык преподается в РГГУ. Пётр Михайлович Аркадьев и Игорь Борисович Тульчинский преподавали в РГГУ Литовский. Результатом этого стало появление в наших рядах в 2010 году сначала аспиранта, потом сотрудника Кирилла Александровича Кожанова, надеюсь, не последнего аспиранта в этой области. Как общее пожелание, можно привести слова Владимира Николаевича Топорова, сказанные на круглом столе в доме Балтрушайте с 11 марта 2000 года. Я давно занимаюсь балтистикой, люблю балтийские языки, балтийскую культуру, балтийские народы и возлагаю очень большие надежды на то, что смутные времена в отношениях между нашими государствами пройдут. А что касается отношений на уровне от человека к человеку, то я твёрдо знаю, что всегда было достаточно много случаев, когда, вопреки неблагоприятным условиям, дух благоволения был с обеих сторон по отношению друг к другу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...